2 сникет это бою фантастич можно и поводу в локарь в этот перекладывать снова намываю опятушки поломать не боюсь они мелкие а если что-то сломается, ничего страшного попался с корой листик всякий аж спина заболела стоять ой, ребята, если вы еще не ездили за окатом, езжайте сейчас, мне кажется, они везде вот правда мы даже остановились наугад просто наугад чтобы далеко не ехать там, где машины стоят пожалуйста я считаю, что за пару часов 2 10-литровых ведра это вообще неплохой результат а если вы еще не в таких масштабах, как мы например, закрывали всегда вам там достаточно 5-10 баночек то и вовсе точно наберете даже по срезанным мы ходили, было много срезанных пеньков и рядом там вот я собирала со срезанными даже так можно набрать прогуляться, подышать воздухом последние такие деньки кайфовые что можно насладиться и природой и теплой погодой и заодно себе на зиму вкуснях нарезать прям святое дело и с ними прям так удобно, как не надо быстренько помыли главное, чтобы у вас земли не было земли, коры если там травинка какая-нибудь листик попадется это вообще не смертельно прокипятить и все будет окей я знаю, даже люди ездят на заготовку таких грибов прямо в лесу особенно вот в Арфизе у нас знакомые ездили идет сезон опят они прям промышленно там, знаете собираются едут целая семья на несколько дней по полной катушке там собирают варят там же закрывают это все дело и все а потом продают прям в трехлитровые банки даже в лесу чистая вода у меня идет отлично а уж дома-то вы точно промоете два-три раза промоете и ничего бояться не надо еще разок я набрала тоже нехило у меня уже почти полная кастрюля из-за того, что они такие шершавые шляпки ой, слушайте, я вам даже ну, вы видео, наверное, видели потому что кому-то интересно как они выглядят я в подробностях не показала многие говорят, что не могут отличить опята от других от этих нибудь там ложных сейчас покажу которые еще не помыкли вот вам опята их ни с чем не перепутаешь такая шляпка у них толстая ножка и пахнут они прямо грибочками но есть и потоньше вот я сегодня собирала они разные виды тоже есть потоньше есть потолще ну, вот у них юбочка обязательно есть под шляпкой у них такой коричневая как бархатистая кажется шляпка ножка толстая сами они такие внушающие доверия назовем это так не должны быть они там например серо-зеленый или красный потому что бывает кирпично-красный опенок поэтому его брать нельзя серо-зеленый серо-пластинчатый точнее то есть серо-пластинчатый сразу понимаем что серые пластинки брать его не надо сейчас пытаюсь найти у меня открытый где-то был я видела чтобы показать пластинки здесь не вижу сейчас взгляну здесь вот пластинки у него пластинки у него такие не серые а тоже желтоватенькие скажем так да в общем смотрите толстенькие такие аппетитные это они на земле бывают растут прям около пни это значит что там под землей скорее всего есть этот пенек старый который собственно они облюбовали на деревьях на бывает такие которые деревья уже собираются отдать концы вот на них они растут вот сейчас идут по деревьям и маленько по земле после вот этой волны они будут идти больше по земле у них начинается то есть вот если вы сейчас не успеете грубо говоря на те которые растут на деревьях не огорчайтесь следующая волна но небольшой промежуток времени между этим будет по земле тоже они растут прям потом заходите в лес а у вас там возле всяких бревен везде прям по земле они растут отлично себя чувствуют отлично контрольное промывание вот они такие чистенькие у меня краски вот смотрите вот опенок осенний более худой а вот более толстый даже не так вот сейчас потолще прям найду есть микром ноженцы такие шлепенцы вот сразу видно вот опять ребятки это последняя партия ну и сколько мы 15-20 минут на это потратили белые я пока почищу час-полтора у меня уходит на такое же количество порой уйдет хотя я их домой привожу уже чистые обратите внимание я никогда землей домой грибы не привожу но все равно пока их помоешь пока каждый переберешь почистишь столько времени уходит с опятами гораздо быстрее все а у меня кстати муж любит больше всего именно опята маринованные ну так к слову больше других грибов все равно надо было собрать чтобы хоть свеженьких у нас было пару-тройку баночек белые это у нас есть мы закрыли слава богу нам попалось повезло понемножку этот год конечно не такой резвый как например прошлый прошлый год мы вообще в Карелии порезвились неплохо представьте я оттуда 46 банок припырла 46 по-моему мне кажется и там же оставила половину то есть мы там за 3-4 дня коснули подступанок и сушенок я привезла уууу да у меня там вообще запас такой был закачаешься и сестре и друзьям давали много и отправляли родственникам в общем много у нас было угощали сами ели естественно в этом году поменьше но все равно хватит на всех Я за это не волнуюсь. Я за это не волнуюсь. Грибы это зависимость. Один раз срезал и все. Хочется их постоянно. Это убить какой-то. Вот я сижу, мою. Сама вам говорю о том, что я больше не поеду. А у самой мысли. Вот бы завтра вгонять еще за грибами. Хуже не придумаешь. Я даже знаете, некоторым тем, кто не любит собирать грибы, прямо даже завидую. Таких людей, конечно, я мало кого знаю. Но вот я им даже как-то завидую. Думаю, как хорошо, когда у них нет вот этой вот зависимости грибной. Тут же речь. Насобирать, встать пораньше, поехать. Кто же знает куда, поискать. Потом это все перебрать надо, закрыть. Почти все. Лишь бы у меня потом в канализации грибы тут не повырастали. на трубах. Вот это будет шоу. Треть. Отлично. Взб. Треть. 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 Музыка. от того него все найду сейчас пожарить я покажу это моя 20 литровая кастрюлька полная грибочков и мусорок все мы все лишнее что обнаружим выкинем не волнуйтесь не красота еще какая красота целая кастрюля счастье все пойдем перетаскивать